Здравствуйте, уважаемые телезрители! Мы находимся в гостях у психолога Владимира Эввя. Здравствуйте! Здравствуйте! И тема нашей сегодняшней передачи «Пенсия на пороге». Господин психолог, вы не против начать нашу передачу с несколько грустной ноты ограниченности жизни человека на этом свете? Ведь, как утверждается, длину жизни дает Бог, а ее ширину определяет уже сам человек. И это только на рассвете молодости человеку кажется, что впереди бесконечное пространство дней и ночей. Но с годами приходит понимание, то ли к печали, то ли к радости, что все в этой жизни сочтено. Знаете, вот психика человека устроена так, что мы не думаем о смерти. Смерть, вот это та область... Что все сочтено, мы не думаем о этом, да? Да, да. Мы бежим и бежим по этой жизни. Ну, ведь это правильно. Но если человек начнет с 12 лет думать о смерти, или вот был кодекс самурая, что там надо заранее готовиться к смерти, от этого человек не становится счастливее. И мы подсознательно всегда стремимся к счастью. А смерть, даже если человек верующий, не ассоциируется со счастьем никогда. Потому об этой области мы не думаем. Об этой области очень мало пишут. Ведь это такая вещь, о которой написано очень мало. Потому вот... Мы живем. Когда мы живем? Да, мы живем, и о смерти человек начинает думать, когда соприкасается с ней. То есть появляется какая-то болезнь смертельная, когда он уже чувствует... Увечье какое-то такое, серьезное. Что он вот может умереть. А так в любом возрасте все хотят жить и стремятся к жизни, и не думают о смерти, потому что, ну да, у всех приходит смерть, но если они и думают, мы просто будем несчастны. Но все-таки надо вот вернуться, что в этой жизни все сочтено. И, как вы сказали, вот мы бежим-бежим по этой жизни, и мы не концентрируем на этом внимание. Но все же мы начинаем его, как бы, концентрировать, особенно зримо понимать, когда приближается пенсионный возраст. Когда человек стоит на пороге пенсии. Ведь обычно это воспринимается как трагедия, конец жизни. Знаете, опять не соглашусь. Не все воспринимают пенсию как трагедию. Не все воспринимают выход на пенсию, что... Ну, обо всех я не говорю, но в целом. Да, ну вот, скажем так, очень многие те люди... То есть проблема даже не в пенсионном возрасте, не в том, что скоро выйдешь на пенсию, а в самом человеке. Если он воспринимает выход на пенсию как все, я скоро умру, то это проблема в нем, в его психике. А так в пенсии, ну, там есть одна составляющая. Не у всех пенсионеров, у большинства наших пенсионеров пенсия очень маленькая. Это очень огорчает. А в остальном люди думают, когда же я выйду на пенсию. Вот у меня сейчас одноклассники. Многие говорят, вот мне столько до пенсии, здесь столько до пенсии. А некоторых встречаю, они уже на пенсии. И я не видел у них такого, что... Грустного на лице чата, да? Да, да, ходят. Нет, но если по большому счету все-таки взять, все-таки это же закат жизни. Да не закат. Не закат. Закат, это может быть такой длинный закат. У некоторых закат, может, наступает 15 лет. И они думают, есть женщины, которые говорят, ой, мне уже до 24, я уже старая, и для нее уже закат. Есть люди, которые считают... Сто лет, говорят, я еще молодой, еще женюсь. Это опять всегда индивидуально. Видите, я говорю, вот с моей точки зрения основная проблема, то, что она очень маленькая у нас. Маленькая по нескольким причинам, и в принципе даже не надо никаких исследований проводить, какая должна быть в Эстонии пенсия. Надо посмотреть, сколько стоит место в доме ветеранов. Вот такая должна быть и пенсия. Если человек на своей пенсии не может тебе этого позволить, себе как бы жить в доме ветеранов, то значит пенсия маленькая. И это очень угнетает. Но мы о материальном немножко позже поговорим, а сейчас немножко о другом. А знаете, все-таки сейчас давайте обратим внимание на то, что, вот вы сказали, нам весело в какой-то мере на пенсии мы встречаем. И может быть, в связи с этим нам надо, по-видимому, благодарить Европейский Союз и наше государство, руководство страны за продление, так сказать, нашей молодости аж на 10 лет. Но пока на 10. Как известно, в прежние времена в Советском Союзе женщины уходили на пенсию 55 лет, а мужчины в 60 лет. Хотя многие уходили и раньше этого возраста. Существовало множество льгот выхода на пенсию. А теперь в Европейском Союзе и мужчины, и женщины уравнены. Всем определен одинаковый возраст выхода на пенсии по старости в 65 лет. Хотя, как известно, это не конечная точка. Принято дальнейшее, хотя и расплывчатое решение. Увязывается дальнейшее повышение пенсионного возраста с возможным увеличением продолжительности жизни населения. То есть, мы будем вечно молодыми и вечно не будем ждать ни смерти, ни старости, как вы сказали, и встретим друзей на улицах, все будут молодые, веселые, и смерть придет как бы вот в один миг. Потому что на пенсию, по сути дела, мы ее не дождемся. Ну, то, что мы не дождемся пенсии, я, наверное, с этим согласен. То есть, я потому, когда встречаю, говорю, вам повезло, вы уже на пенсии. Я, наверное, пенсии не даже... То есть, для нас пенсия, по крайней мере, вот для... Ваших лет жизни, да? Моего поколения. Моего поколения. Для нас пенсия, это как морковка передышаком. Вот передышаком держат морковку, он идет, и никак ее не может догнать. Вот так же и передо мной. Вот эта пенсия будет... Как мираж. Каждый год она будет отодвигаться, отодвигаться, отодвигаться до самого предела. Теперь вот с продолжительностью жизни, то, что хотят привязать. Это, с моей точки зрения, лукавство. Привязывать... Ну, разумеется, лукавство. Выход на пенсию надо не с продолжительностью жизни, а с продолжительностью здоровой жизни. Пока человек здоровый. И потому мы сейчас сталкиваемся с такой проблемой. Вот на пенсию будут уходить 65 лет. А работая с безработными, работая на бюджетруда, я четко знаю, и все у нас знают в государстве, что после 40 устроиться очень сложно. После 50 невозможно. И кто будет брать человека после 60? Вот его сократят в 60 лет. Что он будет делать в 5 лет? Нищенствовать. Потому что ему не устроится. А если до 70 собираются продолжать? То же самое. Вот сейчас у нас будет в 65. А средняя продолжительность жизни, это средняя продолжительность, у нас у мужчин, по-моему, 67 с половиной лет. То есть получается, что человек, выйдя на пенсию, средним должен прожить два с половиной года. И при этом у нас есть такие политики, которые говорят, вовремя надо умирать. Да, вот тоже хотела бы там сказать. Да, даже в дотенции. Да, надо применять государство своим существованием. Тому стремятся, чтобы человек работал как можно дольше. Вы знаете, многие ведь и согласны работать. Но это если есть здоровье. Если есть здоровье. Здесь самое интересное, такой феномен предпенсионный, вот о чем мы говорили. Человек живет, вот ему скоро до пенсии, и он всем говорит, выйду на пенсию, ни дня не проработаю, ни дня тут же все уйду. И большинство тех, которые говорили, выходя на пенсию, продолжают работать. И в принципе это хорошо. Человек себя поддерживает, он не чувствует себя одиноким. Все в этом замечательно. Дело в том, что у нас, если государство продляет срок выхода на пенсию, надо в первую очередь позаботиться о том, а где эти люди будут работать. Вот если вы продлили на 10 лет, ну, на какой-то на 10, на 5, да? Мужчина в 60, я по тебе буду считать. Ну, женщин это на 10 продлили. А у женщин на 10 лет. Если вы продлеваете, вы сначала подготовьте базу, где люди будут работать. И кто их примет на работу. Никто не хочет из работодателей, не потому что у нас работодатели сволочи, а потому что они исходят... Производительность труда низкая. Низкая производительность труда. Большое количество болезней. Часто они это не могут делать. И вот то, что делал он в 30 лет, или взять в 50 лет, конечно, в 50 лет он быстрее встанет. А если в 70? А если в 70, еще быстрее встанет. И какое количество болячек. Он нагнулся, у него гипертония. Он разогнулся, у него радикулит. И вот кому нужен такой работник, который... И никто не хочет, и работодатели, им надо, чтобы человек работал. Даже вот больше того, возьмем, вот, например, маленькое предприятие, где могут взять. Вот заболел этот работник, а там некому ему заменить, потому все хотят брать молодых. Если вы не можете обеспечить, значит, надо снижать пенсионный возраст. Ну, нельзя. В государстве денег нет. Деньги есть. Дело в том, что... Это все акцизы, все налоги, денег нет. Нет, мы будем брать уже, раз мы о пенсии говорим, мы не будем все деньги считать, всего государства считать. Давайте возьмем карман пенсионеров, который, в принципе, опять же, с моей точки зрения, он сделал очень нерационально. У нас на протяжении 20 с лишним лет двигалось государство по такой вот струе интенсивного накопления капитала. И в государстве ее... То есть, как можно быстрее стать богатым, богачем. И вот политики сделали такую пенсионную систему, которая тоже направлена только на богатых. Мы даже не задумываемся об этом. Но вся система пенсионная направлена на богатых. Вот я все же расскажу. Я понимаю, что вы там хотели что-то спросить. Нет, я хотела, что все-таки у нас пенсия еще на пороге, а мы с вами речь ведем уже о пенсии. Ну, давайте, может быть, нашим телезрителям это интересно. Давайте все-таки продолжим нашу мысль. Ну, дело в том, что действительно мы говорим о том, что еще на пороге. То есть, перед пенсией человеку сделать надо накопление. Потом у нас есть две пенсионные системы, которые тоже сделаны только для богатых. Вот взять пример. Там 2% у тебя берут зарплаты, не облагают налогом, 2% государства и все. У человека, который получает тысячу крон, это сколько 2%? 220 евро. А если ты получаешь 10 тысяч, и государство должно богатому человеку платить еще больше. И все устроено так. Ну, партия реформа, она же рассчитана на... Система суперспецпенсий. Потом говорят, у нас нет денег на пенсионном фонде. Конечно, если у нас каждый год растет количество суперспецпенсионеров, то не обеспечить. А у них пенсия не 300. Ну, сейчас вот новое правительство собирается убрать эти суперпенсии. С 27-го года и не у всех, а только в определенной части. У нас есть те пенсионеры, которые прекрасно живут, которые сами себе установили пенсию. Риги Когу. Риги Когу сейчас они отказались. Сейчас эти... Вот к этому составу предыдущим никаких, конечно, вопросов нет. Они как все. А вот взять, который 92-й год, наши депутаты, те, которые 30% населения лишили гражданства, они себе назначили пенсию 80% от зарплаты Риги Когу. И до сих пор получают, да. Но по идее ведь по справедливости это надо отменить. И тогда у всех можно поднять пенсию. Правда, это, знаете, напоминает Шарикова отнять и поделить, но все же какая-то социальная справедливость в обществе должна быть. Но это мы потом как-нибудь в следующей другой передаче об этом поговорим. А сейчас все-таки у нас пенсия на пороге. Итак, все-таки возвращаемся к пенсии на пороге. Кстати, ваши коллеги-психологи утверждают, что к пенсионному возрасту этому периоду своей жизни человек должен готовить себя имеется в виду готовить психологически еще с молодости. И в таком случае встреча с пенсией пройдет в более светлом радужном цвете. Хотя вот вы в начале передачи сказали, что это плохо. Я с этими коллегами-психологами совершенно не согласен. Не надо к себе ни к чему готовить. Все придет естественно. с небеса. Конечно, человек в какой-то момент почувствует, вот надо готовиться к пенсии. Здесь надо собрать, с работы что-то уже унести. Заранее готовиться чемодан. Каждый возраст интересен сам по себе. Надо просто жить полноценной жизнью каждый год. Ты не знаешь, когда ты умрешь. И дойдешь до пенсии. Ты не знаешь, что произойдет. Получай удовольствие от того дня, которым ты живешь. Никуда. Я считаю, не надо готовиться особенно ни к смерти, ни к пенсии. Ну, какие-то накопления сделать к пенсии, можно сделать накопление. В смысле, если накопление, то согласен. А если ты думаешь, вот я буду пенсионером, что же надо сделать, да получай удовольствие. Береги здоровье и все будет нормально. И получается, никакой жизни нет, если думать о пенсии. Ну да, ты будешь уже в 15 лет, если ты с 15 лет начнешь думать о пенсии, ты будешь в 15 лет пенсионером, в 30 лет пенсионером. Накопление можно делать, а о здоровье надо думать. Ведь никто не думает о здоровье, А здоровье мы думаем, когда его потеряем. И сколько бы мы ни говорили, никто не будет думать о здоровье. Не молодежь, вот будешь молодому говорить, ты думай о своем здоровье, ты думай о здоровье, а он будет смеяться, ему плевать, потому что здоровье. Он думает это вечно. Да дуре, вот простым языком сказать. А вот когда ты его потерял, тогда ты об этом думаешь. То же самое и с пенсией. Вот когда она подойдет, тогда и будешь думать. Дожить до пенсии, это же счастье. Надо благодарить Бога и судьбу, что удалось дойти по дороге жизни до такого возраста. Ведь далеко не всем удается дожить до него. Поэтому, по-видимому, надо пенсионный возраст встречать, как вот вы сказали, не думая о нем. Когда он рухнет с небес, его надо принимать, встречать, пусть и с некой долей грусти, печали, но с радостью. Так сказать, с грустной радостью, а не пессимистично. Знаете, вот опять не соглашусь, что пенсионный возраст сверху падает, пенсия сверху падает. Как домокло у меня чувствует. Да. Знаете, вот для многих людей, когда сверху падает пенсия, они рады. Если у тебя есть работа. Есть работа, а еще сверху пенсия упала. И ты эту пенсию можешь сразу же откладывать себе на черный день. И люди радуются. Вы о материальном все. А это тут совсем другое. А то, что касается опять... Вы далеко еще от пенсии, поэтому, может быть, вы не воспринимаете это так всерьез. Нет. Что это действительно падает. Я воспринимаю это всерьез. А когда поговоришь с людьми, которые уходят на пенсию, они очень трагично это переживают. Дело в том, что они уходят. Они расстаются. Вот любое расставание психологически сложное. А я говорю, что если человек вышел на пенсию, а продолжает работать. Вот государство пусть обеспечит. Вот примет закон, например, раз мы работаем до 65, то тебя после 55 нельзя уволить. И все станет нормально. Ничего не будет падать сверху. И человек будет чувствовать спокойный. А ведь человек начинает переживать, вот мне скоро на пенсию. Ведь вот в чем этот домоклов меч? Мне скоро на пенсию. Если меня сократят, что я буду делать? Доживу ли я до пенсии? Ведь если сократят тебя, например, в 55 лет, ты 10 лет, предположим, не можешь устроиться на работу, какая у тебя будет пенсия? И люди об этом, многие переживают. А вот ведь сократить могут любого. В любой момент, да, произойти. И вот это социальное давление на человека, то, что он не защищен социально, вот это давит. А вот было в некоторых государствах есть такое, предпенсионного человека, если человек скоро на пенсию, его нельзя уволить. Да, вот вы всегда обосновываете тем, что можно работать дальше. Но надо учесть, что не все далеко могут работать дальше. Наша нация очень больна. Как говорят врачи и специалисты, что у нас очень много хронически больных людей, которые вот сейчас они работают, но хотя бы как-то дотянуть до пенсии. И очень многие уходят на предпенсию даже, потому что нет здоровья работать дальше. Не только потому, что нет работы, но еще нет здоровья. Но не все могут работать дальше. Вот как взять вот человека, который не может работать на пенсии, что ему надо прощаться с этой работой и как, заходить в квартиру, закрывать за собой двери, окна или все-таки. Но ведь на пенсии, наверное, жизнь продолжается, тем более продолжаться она даже может в течение многих лет. Это и 10, и 20, а то и более лет. Хотя, конечно, далеко не у всех тоже от здоровья зависит. Не у всех, да. Мы уже говорили о продолжительности жизни. А вот касательно то, что отсутствие здоровья, здесь два аспекта. Первый. Вот все говорят, ну человек может и в 65 работать, и все будет хорошо, и можно и дальше продлять пенсию. Я вот те, которые продляют пенсию, я предлагал вот тех законодателей, которые увеличивают пенсию, пусть их в 55 отправят работать на шахту. И они спокойно работают там до 67. Или пусть пойдут в магазин, максимум поработают. Ящики потаскают, да? Ящики, или пусть, ну на любую, на швейное предприятие, на рыбку у нас, на рыбообрабатывающие заводы. Когда ты сидишь в министерстве, ты можешь работать и в 65, и с болезнями, и в 67, и в 70 лет с кучей болезней. Там ты можешь сидеть. А то и по 90, а ты попробуй поработать. Лекции в университете читать. Да. А вот второй аспект, у нас было, помните, ну все помнят, была пенсия по потере трудоспособности. Которую тоже бывший у нас премьер-министр Рейвас, будучи молодым министром социальных дел, ему же он ничего не знал в социалке, очевидно, и решил, надо бы вот это упростить. И упростили. Теперь за место пенсии по потере трудоспособности, вместо этой пенсии, дали тебе почетный статус безработный. И ищи работу. А ведь эта пенсия была мизерная. Ну там у кого 150, 170, 200. И она была направлена не настолько, чтобы человек жил, а чтобы покупал лекарства. И даже этого забрали. Теперь люди должны идти на биржу. И вот в этом проблема. Это тоже немножко. Мы уходим от нашей темы немножко в сторону. Все-таки вот давайте вернемся все-таки вот к другому. Это уже мы с вами, наверное, поговорим еще в одной нашей передаче. То есть когда мы уже на пенсии. А это еще на пороге пенсии мы находимся. Но все равно, вот если конкретно с точки зрения науки психологии, все равно, почему человек воспринимает приближение пенсионного возраста столь пессимистично? Это свой закат жизни? Нет, я еще раз повторяю. Она же ассоциируется вот с этой физической смертью. Потому что человек считает, что вот он бежит-бежит, как вот мы сказали по этой жизни. Ему некогда становиться, оглянуться, задуматься и все, побежать. А когда вот впереди засверкал через три месяца, например, этот выход на пенсию, он сразу останавливается и думает, а что дальше? А дальше вечность. Опять же, я повторю, что... Или вот болезни, потеря близких, одиночество. Потеря близких, болезни усложняют жизнь. Но все равно они не ставят крест на самой жизни. И если человек себя чувствует некомфортно за три года до выхода на пенсию, проблема не в том, что он через три года выходит на пенсию. За три месяца. За три года это еще далеко. Ну даже за три месяца. А вот три месяца начинает уже считать. Проблема в самом человеке. А не в том. Есть люди, которые себя плохо чувствуют. Им еще 20 лет до пенсии. Они себя плохо чувствуют. И они недовольны жизнью, они не хотят жизни, они думают о смерти. Это внутреннее состояние. Не надо себя туда загонять. Да, но вот многие еще почему боятся на пенсию выходить? Вот вы начали этот вопрос уже говорить, что материально. Потому что пенсии у нас небольшие. И люди не знают, как они будут жить на эту пенсию. Особенно, если вот они жили более-менее материально неплохо. И было, например, два кормильца в семье. А если там кто-то умирает, остается один человек. Оплачивать коммунальные нужно, прочее, прочее. И тут вот никакой радости. Как пессимизм не упасть? Красиво вы сказали. Пенсии у нас не очень большие. Пенсии у нас маленькие. Нет, ну разные пенсии. Есть и большие. Я говорю, что есть у нас очень большие пенсии. А основная масса пенсионеров получает очень мало. Я перевел в начале передачи, что в принципе каждое общество экономически складывается, какая должна быть пенсия. Пенсия в Эстонии средняя должна составлять от 600 до 900 евро. Сколько стоит места в доме престарелых. Это экономически рассчитывается. Место в доме пенсии. Там лишнего не берут. И они там не жируют. Вот такая должна быть пенсия. Как бы то ни было, господин психолог. Хорошо там, плохо на пенсии. Мы просто до конца этого не можем понять. Но вот как присылают мне письма наши телезрители. Кстати, это передача именно по желанию телезрителей. И те, особенно которые готовятся именно выйти на пенсию. А не те, которые уже находятся на пенсии. И поэтому мне очень хочется остановиться вот на таком вопросе. Господин психолог, давайте вот более подробно остановимся на так называемом переходном периоде жизни человека. Как лучше его пережить? Представим, что человек находится на своем рабочем месте последние дни перед пенсией. Наступает и последний его день на работе. А завтра уже не надо ему идти на работу. То есть начинает свой отсчет пенсионное время. Точнее, происходит резкая смена образа жизни человека. Когда многие как раз и упадают в депрессию. Ну, скажем так, что я начну с конца. Падают не депрессия, а депрессивное состояние. Депрессия – это болезнь. Второе, что вот перестанешь ты ходить на работу. Ну, это же хорошо. Наверное, надо заранее подготовиться к этому переходному периоду и принять это. Составить план действия, как-то занять себя чем-то, реализовать свои таланты, отыскать, на что раньше времени не хватало. И на которую не было вплотную, заняться любимым делом, еще что-то. Просто программу наметить, чтобы не обрывалась, не наступала эта пропасть. Вот кончился рабочий день твой последний, и там вроде как бы пропасть. А у тебя, да-да, мостик какой-то выстелить. На пропасть люди сами себе создают. Сами создают у себя в голове эту пропасть. Каждый человек чем-то занимался. Если он до пенсии ничем не занимался, только работал, проблема в нем. А ведь посмотрите вот в реальности вокруг. Чем у нас люди занимаются на пенсии? Они все на огородах. Они вот весной их встречаешь, я все время по городу хожу, по магазинам и разговариваю с людьми. О чем пожилые? Я слышу вот вокруг, в очереди стоишь, о чем говорят. Вот ты уже был на огороде. Какой, думаю, огород? Там снег лежит. А я уже съездила, посмотрела. Люди этим живут. Тем, что было заложено. Рисовать начинают, еще что-то ходят, петь куда-то, танцевать. Можно начать. Но в принципе ведь этим занимались. Кто-то начнет с нуля. А некоторые только работали, не все занимались. Ну так я и говорю, что проблема не... Занятие надо найти какое-то дальше, чтобы так продолжалось. Человек изначально жил не вот такой вот узкой жизнью, не радостной. Работа-дом, работа-дом. Ну и, а будет тогда дом-пенсия, дом-пенсия. Ну будет гулять. И он такой же останется, его не изменить. Вот если рассчитывать так, что вот он, завтра ему выйти на пенсию, и он начинает себя менять. Понимаете, с возрастом у человека растет ригидность. Это черта негибкость поведения. И чем старше человек становится, тем поведение. Закостеневает. Да, да, тем он меньше меняет. И сколько бы мы ни говорили человеку, который никогда не ходил ни петь, ни ничего. Иди петь. Если у него было к этому желание, он это сделает. Но в принципе все свои вот эти мы закладываем в детстве. Ездил человек на рыбалку, потом не стало времени. Но на пенсии он может это сделать. Да, да, найти занятие какое-то надо. У него больше свободного времени. Тебе не надо рано вставать на работу. То есть найти плюсы. Конечно, плюсы. Вот я говорю об этих плюсах. И наметить, наверное, надо заранее план действия, который ты будешь делать, когда у тебя закончится последний рабочий день. И надо как-то проложить мостик вперед и пойти дальше по этой жизни. Но, по-видимому, сгладить вот этот переломный момент новоиспеченного пенсионера должны помочь окружающие. Это муж, жена, дети, внуки, друзья и так далее. Чтобы вот он как бы не зациклился на чем-то плохом. Потому что многие, хотя вы говорите, все такие радостные, веселые. Многие, между прочим, упадают в депрессию, даже запивают и быстро очень уходят в мир иной. Именно на пенсии. Особенно эти активные, деятельные люди. Да. Есть те, кто активно участвовал. И когда он вышел на пенсию, ему не хватает, в основном-то не хватает общения. И получается, что все общение сводилось к производственному общению. Теперь надо общаться с семьей, детьми и близкими, и друзьями. Очень выбивает, конечно, вот эта маленькая пенсия, когда если у тебя была зарплата, например, 2000, а ты вышел на пенсию, попробуй на 370. Ну опять вы на материально переводите. Надо для души больше. Если душе хорошо, то там деньги как-то уляжутся сами собой. А они укладываются. С голоду все-таки никто не умирает еще. Так у нас вот посмотрите, ну да, на пенсии, очень маленькая пенсия, но люди живут. И приспосабливаются, даже вот я скажу, приспосабливаются жить на 170 евро. Ладно, давайте лучше с материального перейдем на душевное. Как быть, если человек одинок? Как пережить этот сложный момент в одиночестве? Потому что если у него нет мужа, там жены, если нет внуков, друзей какой-то мере, вот как этому человеку? Куда ему? Надо искать подругу друга или идти в храм? Потому что вот посмотришь в храме, в основном пожилые, одинокие женщины там находятся, потому что они вдольше живут мужчины. Кто ему будет искать? Вот вы говорите, надо ему искать. Сам человек должен искать ему, этому человеку, одинокому. Ему надо прикладывать, то есть все зависит от человека. Одиноко кто-то... Ведь каждый ищет себе выход сам. Написать какой-то план, я не представляю, кто будет... Нет, ну план в голове не смысле на тетради писать. А человек к себе сам ищет выход из этого положения. Одиноко кто-то начинает, вот даже в пенсионном возрасте, осваивает интернет, общается там. Начинают общаться на улице, сидят на лавочках, общаются. То есть каждый человек сам себе ищет этот выход. Навязать ему что-то... То есть не надо сидеть в четырех стенах, а надо что-то делать. Под лежачий камень вода не потечет. А кому-то нравится в четырех стенах. Он может там марки собирает, наклеивает, может рисует. Он в четырех стенах, но ему нравится это. Нет, я имею в виду не того человека, которому нравится, а который вот впадает в эту депрессию, в эту нерадость жизни, в эти горести, в болезни такие хронические уже. И рано уходит из жизни, только уйдет на пенсию, как вы сказали, министры наши говорят, что не надо долго жить на этом свете. Вышел на пенсию, пора на тот свет уходить. Ну, мне тоже есть хронические болезни, я тоже могу... Ну, не будем, господин психолог. Вот, так я говорю, это всегда зависит от нас. Можно относиться к хроническим болезням. Как это все, я на себе крест поставил, а можно продолжать жить. Выходит, господин психолог, что в силах каждого сделать этот естественный закат жизни ярче, как можно светлее, радостнее, интереснее. Не закцикливаться, не концентрировать внимание на плохом, депрессивном. Ведь в каждом периоде человеческой жизни, как нам известно, есть хорошее, как и в предпенсионном, пенсионном возрасте человека. Да и святые отцы утверждают, что наша жизнь продолжается и после нашей физической смерти. При этом еще надо добавить, что эти святые отцы пенсию-то не получали. Я опять о материальном. Они, да, были, то есть, и ведь возраст у этих старцев был разный. И при этом они... Но мы говорим именно не о зарплате, не о возрасте, мы говорим о смерти. То есть, что пенсия, что когда человек находится на пороге пенсии, а потом на пенсии, это как не означает его физическую смерть, даже если он умирает. То есть, наша душа будет жить и дальше. То есть, надо себя концентрировать внимание на том, что выход на пенсию, и пенсия – это не конец, не точка жизни, что где-то мы снова вернемся. Вернемся. Или это нереально? Как психология на это смотрит? Или это не успокоительная таблетка? Вернемся куда? Ну, имеется в виду, чтобы человек, когда он находится на пороге пенсии, а потом и на пенсии, не думал о физической смерти, не концентрировал на этом свое внимание. Я хочу сказать, что в цикле всей передачи, что наша жизнь, она идет, это сплошная дорога, и пенсия – это не конец дороги, и все, и дальше пропасть. Это та же дорога продолжается. Но пенсия потом уже оборывается, и наступает пропасть. Я уже о вечном говорю. Ну, когда наступит это вечное… Об этом опять не думать, да? Да, это, ну, кто знает, ну, Бог знает, может, старцы какие-то знают, мы-то не знаем. Потому не надо относиться к пенсии, что вот она пропасть. Дальше будет такая же полноценная жизнь, и, может быть, даже не один десяток лет. Замечательно. Уважаемые телезрители, я хочу вам напомнить, что мы находимся в гостях у психолога Владимира Эвия. И тема нашей сегодняшней передачи – пенсия на пороге. Вообще-то непонятно, на чем надо было себя концентрировать больше внимания – на материальном или на духовном и душевном. Но что-то все-таки получилось. К сожалению, время передачи уже пробежало давно. И все-таки надо сделать какое-то резюме. По-видимому, резюме нашей передачи можно сделать таким. И у предзакатное время, предпенсионное, пенсионное – надо любить каждый день своей жизни. Ведь главное счастье нашей жизни на этом свете и есть сама жизнь. Тем более, как мы сказали в начале передачи, ограниченности жизни человека на этом свете, где мы лишь временные странники. Возможно, потому и дана человеку эта ограниченность его жизни, чтобы он больше ценил каждый прожитый день, радовался, что живет на этом свете, несмотря на все беды и горести самой жизни. А эти периоды жизни – пенсионные, предпенсионные, молодости, юности – это уже как бы вторично. Не добавить. Я так красиво сказать не могу. Ну а как можете? Могу сказать, что с моей точки зрения, я, наверное, все же действительно в плане на пороге пенсии на базу считаю материальное, а все духовное на материальное. То есть человек может прожить и на большие деньги, может и на маленькие деньги прожить. Он может расстраиваться при выходе на пенсию и радоваться при выходе на пенсию, и всегда это индивидуально. То есть все зависит от самого человека. Это в его силах. Замечательно. Ну что к этому можно сказать? Наверное, надо сказать нашим телезрителям, что встречайте свой предпенсионный и пенсионный возраст с оптимизмом и радостью. Как говорят святые отцы, со смирением, светлым смирением и плавом. На этом я с вами прощаюсь. До новых встреч. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»